Главное событие выходных в боксерском мире это бой Тимофея Дюб против Севастьяна Фундора. Уникальный случай, когда бой прошел по колено в крови, но тем не менее не изобиловал хорошими разменами и вообще какой-либо зрелищностью. Тимофей начал прям великолепно, делал все, что надо делать против высокого левши, то есть часто он начинал с сильнейшей руки, прессинговал, давил, все было красиво до второго раунда. Пока он, защищаясь корпусом, не наткнулся головой на локоть соперника, получил довольно серьезное рассечение головы. В итоге он весь бой заливало кровью, понятно, сбивало прицел. В общем-то, неприятная ситуация. В том же втором раунде Фундора пропустил удар в нос и, судя по всему, его сломал, потому что кровь лилась из него ручьем практически весь поединок. В общем, кровищи много. В общем, напомнил мне безопасный секс. Движения много, результат нулевый. Так и по ходу боя. Крови много, а вот зрелищности ноль. Тимофей почему-то выключил ноги и очень много времени просто стоял перед соперником. Ну, а Фундора набрасывал большое количество, очень большое количество, раза в три больше он ударов бросал, чем Тим. И, блин, вот эти полуудары, которые не причиняли никакого ущерба, тем не менее шли в баланс очков, что ли. Только в десятом раунде почему-то Тимофей проснулся, начал выбрасывать большое количество ударов, работать комбинационно, работать по корпусу. Но, к сожалению, только на десятый раунд этого запало и хватило. В общем, как я уже и сказал, зрелище было так себе. Единственное, что меня поразило, это решение судей. Кто-то отдал победу Тимофею Дзю, причем с достаточно серьезным отрывом. Я, конечно, понимаю, что бокс это субъективный вид спорта, но, сука, не настолько же. И все это при том, что я являюсь, в принципе, поклонником Тимофея Дзю и уверен, и надеюсь, все-таки уверен, что это поражение пойдет ему только на пользу. Он не получил каких-то серьезных травм, он, в общем-то, морально хорошо готов, хорошо настроен. Случилась неприятность, которая выбила его из калии. И я уверен, что он вернется еще сильнее. И, в принципе, есть и организуется реванш, что у Фундоры будет шансов очень немного. Ну, а пока именно он, то бишь Фундора, чемпион мира. Хотя что-то мне подсказывает, что это очередной калиф на час.